всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале огромное спасибо что заглянули у нас с вами mukbang я если честно очень хотела сегодня снять mukbang но ресторан все не позволял мне это сделать только что он притих я надеюсь что они не начнут опять вовсю играть и эта шарманка не попадет сюда и не будет отвлекать ваше внимание от нашего с вами прекрасного mukbang вроде как притих если честно очень сложно летом подстраиваться под их график потому что хочется снять нормальное видео с нормальным звуком качеством но дело в том что где-то в 4 в 5 они уже начинают петь я вам инстаграме показывала насколько сильно они поют насколько громко они поют это конечно жесть в общем сегодня у нас с вами роллы очень интересные необычность вот такой вот шапочкой также взяла с креветкой bonita и взяла лапшу вог я ее просто обожаю особенно с курицей взяла одну порцию она прям горячая мне только что привезли я прям сразу села снимать для вас mukbang очень много всего хочу вам рассказать потому что скоро я уезжаю деревню как всегда по классике кто не смотрел мой влог тот наверняка не в курсе что произошло с моей квартиры вам ссылочку на это видео оставлю просто чтобы как попугай не повторять одно и то же обязательно переходите смотрите кто не видел хотя там много просмотров огромное удержание наверняка вы все это все видели вот эти три дня я была занята чисто своей квартирой я пыталась найти квартиросъемщиков причем очень удачно несмотря на то что сейчас такой период достаточно сложный период например сентябре гораздо проще стать квартиру потому что очень много студентов да даже чего греха таить например мой друг детства тоже летом уезжают в деревню тоже деревню очень много работы летом кто-то отдыхает в общем период такой сложная очень вкусная в общем я выставила на два сайта в прошлый раз как я сдала квартиру это просто был трэш я выложил объявлением и в течение где-то 15 минут мне позвонили наверное где-то человек 50 и в общем одна из этих девушек очень просила что им уже негде сегодня ночевать им срочно нужна квартира в общем возникли проблемы с хозяином квартиры и очень получается я выставила объявлением и через полчаса уже эти девочки заехали то есть столько людей звонила это было просто нечто в этот раз если честно такого ажиотажа не было хотя я ждала такой ажиотаж я думал что сейчас начнут звонить я была даже как-то неприятно удивлена она с рисом это лапша она с рисом очень странная впервые такую кушаю в общем в этот раз в течение дня где-то было ну 20-30 звонков я решила не торопиться первому попавшемуся человеку не сдавать сделать определенные выводы посмотреть на разных людей я хотела все-таки найти семью можно с ребенком можно с животными но чтобы это была семья вот одна семья была но они как бы собирались заезжать только в начале следующего месяца нам как-то это было не очень выгодно мы хотели прям сразу сдать и уже уехать в деревню мы сразу это сказали он сказал мне сейчас невыгодно платить дополнительно еще за 15 дней его тоже с одной стороны можно понять у него пока что оплачена квартира до конца месяца и как бы ему невыгодно платить и за ту и за эту квартиру вот были просто компании молодых людей так как я девушка мне как-то не очень удобно коммуницировать с мужчинами мне бы было проще если бы это была бы семья либо просто была бы какая-то девушка а просто компанией парней двум-трем парням сдавать квартиру для меня это как-то во-первых очень страхово не знаю что там произойдет если девушки в такой вид привели квартиру я представляю что пацаны там сделают в общем очень много клиентов было кто-то нам не понравился кому-то мы не понравились то есть не было все в одностороннем порядке где мужчина пришел и говорит здесь должен стоять телевизор здесь должно стоять прихожая вообще по сути я не знаю как в других странах но нету такого понятия что здесь что-то должно стоять у нас лично в Азербайджане то есть я предлагаю за эти деньги вот эти условия тебя устраивают пожалуйста не устраивают ищи другую квартиру то есть у нас половина квартир вообще сдаются абсолютно без ничего и вы знаете с одной стороны это даже удобно я знаю человека который 7 лет сдавал квартиру одним и тем же людям и фишка как раз таки заключается в том что он сдавал пустую квартиру и они все абсолютно купили для этой квартиры начиная от кондиционера заканчивая даже мебелью им как бы неудобно было постоянно переезжать из квартиры в квартиру как бы квартиросъемщики живут долго на одном и том же месте когда все внутри купили они а когда для того чтобы поменять квартиру тебе всего-то надо собрать свои вещи и съехать то квартиросъемщики частенько меняют недвижимость вот но в моем случае у меня в общем-то все есть в квартире один мужчина был очень такой знаете подозрительный у меня было такое ощущение что он собирается эту квартиру посуточно сдавать вот не знаю вот какая-то аура от мужчины такое что-то вот он недоговаривает какой-то он странный вот слова его не сходятся какой-то знаете такой скользкий тип был и он уже знаете уже готов был снять квартиру говорит когда я могу перевести деньги я ему сказал вы знаете я должна вас предупредить у меня есть вот такая вот идея около лифта я хочу поставить камеру чтобы смотреть кто заходит в квартиру кто выходит то есть непосредственно у вас в квартире никакой камеры не будет но у входа рядом с лифтом она будет вы не против и он так сразу растерялся такой да зачем и так далее сказал ну в принципе-то я не против я вас понимаю и так далее но потом через полчаса он мне перезвонил и говорит вы знаете я нашел другую квартиру я скорее всего у вас снимать не буду и мне кажется все-таки моя чуйка меня не подвела и не собиралась он там один жить в конце я ее наконец-то сдала сегодня утром приезжала девушка она переехала в Баку из Москвы она фитнес инструктор очень красивая девушка ухоженная будет жить одна у нее российский паспорт кстати вот как я поняла она хочет переехать навсегда на постоянное место жительства в Баку просто она пока не уверена что ей здесь понравится вот сколько здесь риса вкусная лапша но хотелось бы чтобы это была действительно лапша вог это прям рис уже вот эту девушку которой мы сдали квартиру ее я уже не видела в этот раз уже мама одна пошла потому что очень много времени уйдешь, показываешь, договариваешься, разбираешься одна женщина была с дочкой и мне она кстати понравилась больше всех она пришла с риэлтором они в общем ругались с риэлтором и то что ругались никак не могли договориться риэлтор за свои услуги хотел слишком много прям очень много хотел, честно возможно он так много хотел именно потому что мы не собирались платить ничего риэлтору изначально, когда я ставила объявление я сразу там написала что посредники, пожалуйста, не беспокойте я не собираюсь никому процент платить ну то есть я так не написала я просто написала что посредники, пожалуйста, не беспокойте почему я так написала потому что и без посредников я могу спокойно сдать свою квартиру пусть это будет не за день а за два дня и вот когда посредники меня беспокоили я говорила, что я не хочу ни с кем сотрудничать я сама сдам свою квартиру этот мужчина он когда позвонил я ему сразу сказала что я с посредниками сотрудничать не хочу и он как бы сказал мне окей, вы мне ничего не заплатите я как бы процент возьму с той стороны которая будет у вас снимать квартиру я сказала окей без проблем и в общем вот эта женщина мне понравилась больше всего есть что-то около 50 и дочки 24 в общем они мне очень понравились как хорошо, что ресторан заткнулся и мы с вами можем спокойно нормально снять мук-банк в общем в процессе того, как она смотрела квартиру она постоянно говорила риэлтору, что вы слишком много берете давайте договоримся на такую-то сумму а он говорил, что нет у нас в компании фиксированная стоимость вы должны заплатить до копейки вот столько в общем они никак не могли договориться я в хорошем смысле не понимаю таких людей моя квартира стоит на двух самых крупных таких порталах где продается, сдается недвижимость неужели они, ища квартиру, ни разу не заходили туда и без посредника не могли позвонить ну в общем получилось как получилось все, что не делается, все к лучшему короче, каждый день около пяти, там, семи человек приходили, смотрели квартиру мы даже в какой-то степени от этого всего устали в общем, вот эта девушка когда назначила время я уже, знаете, знала, что я уже отдам ей уже как-то надоело один молодой парень приходил у него жена только родила как я поняла они там с родителями живут и прям вот вчера родился ребеночек и он хотел, чтобы она уже как бы из выпис чтобы она уже выписалась из роддома уже в съемную квартиру возможно, они там не лазили или еще что-то он как раз-таки попросил номер карты квартиры ему понравилось скажет, что сейчас переведет деньги я поверила я, в свою очередь, отменила всех тех кто собирался смотреть квартиру кто звонил, тоже уже говорила, что квартира сдана а у нас следующий день говорит, вы знаете, я нашла другую квартиру возможно, у него с деньгами не получилось или еще какие-то проблемы вышли как-то не верится мне, что за несколько часов он прям нашел другую квартиру в общем, ситуации разные были очень много людей я повидала весь процесс мне очень понравился с дачи квартиры очень надеюсь, что в этот раз не будет никаких проблем потому что после прошлых квартиросъемщиц честно, я потратила около 200 монат на сантехнику очень много чего болталось сломалось, что-то подсекало вот и вы знаете, я не понимаю, почему потому что я не думаю, что был умысел специально сломать сантехнику мне кажется, там вода какая-то некачественная или я не знаю, с чем это связывать в прошлом году все ставили новое в этом году уже все надо опять менять понять не имею, почему прекрасный там душ стоит он весь в накипи но в этом понятное дело, что не виноваты квартиросъемщики то есть они же не специально образовали там накипь мне кажется, дело в воде там вот поэтому, когда люди говорят о том что дорого сдаете квартиру и так далее учитывайте тот момент что есть амортизационное отчисление то есть, например, обои уже в нескольких местах порваны и это нормально если люди там живут, то, естественно, что-то где-то отклеивается что-то где-то ломается, портится я думаю, где-то лет через пять мне надо менять там везде обои у меня были претензии лишь из-за того, что меня хотели кинуть а то, что где-то что-то порвалось у меня и вот здесь тоже рвется, портится хотя я специально ничего такого не делаю то есть это нормально если люди там живут и всем этим пользуются понятное дело, что где-то что-то да испортится поэтому не могу себя назвать каким-то придирчивым человеком вот, и вот эти вещи в сантехнике опять же, я считаю, что это проблема в воде вообще, условно говоря например, год сдается квартира за два месяца оплату нужно тратить на саму квартиру вот, например, стаканы очень красивый набор стаканов были у меня на квартире шесть штук ни одного стакана не осталось я спросила, что с ним произошло она сказала, что сломались мне как-то странно, что все шесть сломались причем сразу что-то мне эта лапша не очень понравилась это не лапша, это сплошной рис впервые вижу такую лапшу тут внутри даже грибочки мне кажется, у них это удон закончился они решили забабахать рис и подумали, ничего страшного и так пойдет она даже не заметит я почему-то ожидала, что в комментариях очень много людей напишут вот, лохушка, как всегда все ее осадили а наоборот, все люди мне писали что это очень хорошо что ты сдержанная ты умеешь конструктивно вести диалог мне очень было приятно это читать, честно огромное вам спасибо за такие комментарии на этом, пожалуй, все огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца не забывайте ставить лайки и подписываться пока пока